Встречаемся ровно год назад. Я уже выступала на одном из субботних вечеров у Татьяны. И действительно, этот год был достаточно в моей команде очень-очень важный. Потому что я осознала команду, если честно, и осознала свое лидерство в команде. Почему-то у меня так получилось. Не знаю, может быть, это какая-то норма на уровне Сапфирова директора. И когда писали, еще раньше на уровне Сапфирова директора давали в Мир Алифлэйн фотографии, писали статью. И вот в журнале в Мир Алифлэйн я написала как раз о своей команде. Мне тогда это было очень близко, мне тогда это было очень, ну, как-то понятно и приятно. И я писала о команде такие слова, что команда это как растущий организм. Да, то есть как ребенок, как взрослеющая личность. То есть проходят разные стадии и детства, и юношества, и уже взрослости. И все болезни, которые на каждом этапе у личности развивающейся есть. И те же болезни проходит команда. Но на самом деле команда появляется тогда, когда вы приходите в Мир Алифлэйн. Потому что на самом деле команда начинается с вас. И когда лидеры говорят, что у меня вот там пока только 10 человек, у меня еще не команда. Ребята, я вас уверяю, может быть такая ситуация, что у вас будет 3 листа распечатки, но у вас тоже не будет команды. Поэтому команда это у вас в голове. Команда это то, что организуете вы под ваши цели, под ваши проекты. И может быть именно тот первый уровень для меня был таким осознанным, потому что я очень хотела две путевки на золотую конференцию. И я это делала более осознанно. И этот результат мы уже делали командой, потому что когда становилась директором, это тоже команда. Но здесь в основном почему-то я считала, что я должна подружиться со своей головой. Я должна измениться. Я должна стать лидером. И так далее. И очень большой прорыв сделала именно в работе над собой. Когда золотого директора, это уже вот мое такое мнение. Золотой директор это человек, который понял, как он подружился со своей головой и научил двух людей сделать то же самое. Запишите, только проделав это над собой, вы сможете проделать, да, объяснить людям других. Если вы почитаете умные книжки, если вы сходите на тренинги, знать это не значит уметь, знать это не значит делать. Знание это не значит навыки. Понимаете, можно знать, но навыки у нас отрабатываются в полях. Можно прочитать чуть ниже про рекрутирование, но ничего не будет. Так вот, первый директор, по моему мнению, это человек, который знает, который может научить вот этим первым шагам, как сделать первые изменения своей личностью. Но еще и система в работе. Так вот, лидер над лидерами, да, лидер над командой, это, конечно, руководитель, это системный руководитель, я так сказала, даже системный администратор. Вот, то есть он должен выполнять разные функции. И вот об этом мы сегодня с вами поговорим. И, конечно же, я хочу сказать, что для меня это будет сегодня первый опыт, включить презентацию по-новому. Поэтому надеюсь, что он будет удачным. Вот, поэтому давайте попробуем. На самом деле я пробовала, сегодня в нем, скажу честно, у меня не получилось, но надеюсь, что сейчас получится все. Вот, значит, да, целый год прошел, это точно. Вот, значит, ребята, я сейчас не буду видеть, надо, насколько мне отказать, потому что я сейчас перевожу компьютер на свой рабочий стол и включаю презентацию. Давайте мы попробуем это сделать. Так. А вот мне интересно, а вот я сейчас включила, а меня видно еще видео, да? Вообще меня будет видно, когда я буду включить рабочий стол? А, меня уже не видно? А, слышно только. Так. А что нужно сделать с экраном? Что загрузится? Экран. Так, вот. Меня не только слышите, но и видите. Я могу вот так картинки показывать. Могу показывать картинки в более сжатом виде, но тогда будет очень мелко. Видно ли сейчас это все, но надеюсь, что видно. Итак, тема команды и тема лидерства. Наверное, не случайно мы сказали о том, что поговорим сегодня о лидерстве в команде, потому что наш бизнес, он отличается как раз тем, что человек, попадая в реплей, сразу попадает в команду. И потом, для того, чтобы расти подкарьерное действие, для того, чтобы зарабатывать деньги, он строит свою команду. Поэтому лидерство и команда у нас, в принципе, два понятия такие, как бы, ну, подместивые, и они снова вытекают из другого. И, конечно же, я хочу сказать для тех, кто начинает сейчас только бизнес, насколько вы являетесь хорошим игроком в команде, настолько будет зависеть, какая команда будет у вас. Вы знаете, у меня есть очень много примеров директора, которые работают уже не первый год, и на самом деле они не являются полноценными членами команды. То есть они всегда как-то, ну, где-то там отлынивают, стараются отсидеться, где-то скажут, что не принимают активную участие, не берут, самое главное, ответственность, потому что первое показатель лидерства, это умение брать на себя ответственность. Это мы сегодня тоже об этом скажем. Огромное, чем больше ответственность вы берете, тем больше вам будут платить. Это два понятия такие, как бы, постоянно связанные. Ну, а вот, если эти директора являются вот такими членами команды, вы знаете, на 100% вот будет как раз тот случай, когда три листа выпечатки и нет собственной команды. Понимаете? Вот сейчас, скажу, ну, по года, пожалуйста, проанализируйтесь, посмотрите, если вас не устраивает что-то в вашей команде, посмотрите, насколько вы сами являетесь командным игроком. Потому что именно это является главным аспектом. И вы знаете, чем больше вы будете продвигаться по карьерной листуце, тем большее количество команд вы будете задействовать. Что это значит? Вот смотрите, когда я пришла, я была в команде спонсора. И это было здорово, я многому училась, я старалась брать на себя инициативу где-то, проявляла инициативу. И, как бы, была хорошим игроком в команде. И сразу, конечно, где-то в том 12% я уже прям поняла, что я могу что-то команде дать. Вот. Потом получилось так, что мы влюбились в команду больших спонсоров, да, на нас обратили внимание, на нашу команду, на нашу группу. Хотя, когда я присутствовала на одном из первых мероприятий своей, со своей командой, да, и наши спонсоры вышестоящие вручили нам грамоту. И это было мне, допустим, как менеджер в 12% было непонятно, я представала, почему нам такую грамоту, почему, знаете, что было написано в этой грамоте? За групповое воздержание, за групповое воздержание. То есть наша команда была такой, как бы, пиалой, она не всегда приезжала на мероприятия, плохо рекрутировала и так далее, и так далее. Но, то есть это было самое начало, то есть это самые зачатки нашей команды. Но потом мы приняли решение, и все это поменяли. После этой грамоты за групповое воздержание, вот, мы приехали домой, сказать, все, теперь будет все по-другому. Так вот, когда вы взяли команду спонсоров, и когда мои дорогие любимые спонсоры, Марина Константина Игодича, Сергей Рачковки, Елена Корсон, когда мы одновременно начали делать новые звания, это как раз было звание бриллиантов, директора, мы в один год открылись все строя. И у нас образовалась новая команда, и мы назвали ее бриллиантовая команда. И у нас появилась новая ответственность вести за собой свои структуры, делать как местные мероприятия, делать как местные проекты. Вот, например, сегодня только объединяем для того, чтобы делать вот такие проекты, как вызов года, да, и так далее, и так далее. Вы знаете, когда мы закрыли звание бриллиантовой директора, оказывается, мы принадлежим бриллиантовой команде филиала. И это тоже ответственность, это тоже возможность, можно отсидеться, а можно быть хорошим игроком, и принимать участие в организации мероприятий филиала, и влиять, и не обязательно быть звездой такой, который стоит на сцене и зажигает масло. Вы знаете, лидер, он может влиять на людей совершенно другими рычагами, да, и он может влиять своими поступками, он может влиять своими мыслями, своими отношениями, даже в индивидуальном порядке, и иногда даже больше. Вот, и, вы знаете, ну, как бы вам все равно, а мне приятно, что буквально два дня назад у нас состоялась встреча филиала Москва-Пити, и было такое тайное голосование среди топ-лидеров нашего филиала, мы выбирали лидера года. Совершенно по свободным критериям, вот по субъективным таким мнениям, и мне было очень приятно, что большинство топ-лидеров Московского филиала прогрессовало за меня. Вот, и вот на сегодняшний момент вот эту тему я отвечаю как лидер и команда, вот даже у меня есть документ, да, усы, лапы и хвост, мои документы. Вот, и мне это было очень приятно, потому что на втором месте по нашему голосованию был Василий Красов, а на третьем месте был Эрик Бьеркман. И я как женщина встала на один такой пейлистан с такими двумя мощными и яркими лидерами нашего филиала, и мне очень приятно. Поэтому вот здесь Вы видите фотографии команды, я очень хочу, чтобы в Вашей коллекции были тоже командные фотографии, и это очень-очень тоже будет помогать Вам. И, кстати, на мероприятии нашего филиала мы тоже среди топ-лидеров сделали командную фотографию. Это память, это дружба, это возможности потом людям показывать пример. Вот, и Вы знаете, о лидерстве, о команде можно говорить постоянно. И буквально вот год назад мы были на семинаре Чёрка-ректора, и это был несколько дней, это дружба, и семинар, он был, назывался Пут Лидера. Вы знаете, оставил неизгладимое впечатление этот семинар, если честно, и мы разговаривали о лидерстве, о том, насколько бесконечно может быть это развитие. И, кстати, последний слайд моей презентации как раз об этой бесконечности и будет. И я хочу сказать, что Чёрка-ректор сказал, что чем чаще Вы будете транслировать тему лидерства на своих встречах, чем чаще Вы будете сами об этом задумываться, тем быстрее и лучше будет развиваться Ваша команда, Ваша структура. И вот этот вот рост, который проходит лидер от лидера для себя до лидера мирового уровня, он происходит не так, он происходит постепенно. И если бы наши новички узнали о том, что его ждет там на уровне, не знаю, золотого исполнительного директора, какая ответственность и так далее, наверное, они бы там упали от страха луна, но нам с Вами дается все по силам, любая мечта дается вместе с крыльями для ее осуществления. Да, и эта фраза мне очень нравится, но я хочу сказать, что любая ответственность дается людям вместе с силами. Значит, если Вы идете на это, значит, у Вас есть силы. Вы знаете, самое интересное, что, оказывается, люди боятся быть лидером, люди не хотят, люди хотят отсидеться где-то в стороне, и не все хотят это брать ответственность. Так вот, для того, чтобы это изменилось, мы как раз с Вами об этом поговорим сегодня. И вот постепенно, я сейчас не буду, наверняка здесь, я знаю, что собрались лидеры очень мощные из разных стран, и я не буду комментировать вот эти спинки, но я могу сказать, что вот уровень, да, просто назову, что когда мы начинаем, это умные субсиданты, это лидер для себя. Как только у Вас появилось 2-3 человека, это уровень 6-9%, и Вы уже становитесь лидером, да, лидером маленькой саланточки, малой группой, я бы так называла, да. Вот, Вы уже показываете пример, Вы уже учите чему-то людей, и вот я тебе выяснила, какие навыки должны быть. Вот когда человек только лидер для себя, как Вы можете помочь членам своей команды, да, своим консультантам? Вы же это прошли, чему Вы их должны научить? Лидер, знаете, как, здесь можно понять, вот я приведу Вам простой пример, что лидер – это методик, который управляет, который не поддается на, как-то не идет на свободу у обстоятельств. У нас на максимуме БМВ выступала женщина-менеджер на финанский процесс, она открывала БМВ, может быть, кто-то слышал ее выступление на московском эфиреале. И Вы знаете, действительно, это была большая ответственность, у нее такая яркая история, и в последний момент она испугалась. Вот, и говорит, нет, нет, я не буду, все, я не буду, я думаю, я буду на 21, я не вышла, вот, и я, как бы, не буду принимать участие в БМВ. Но за фингеров у нас отвечала Марина Воеводич, и, конечно, как ответственный лидер, она позвонила этой женщине, и она не знала о том, что эта женщина хочет отказаться, она позвонила ей говорить, вот, а сейчас, как бы, я дошла ваше выступление, как бы, откорректировать. Она говорит, Вы знаете, я отказываюсь выступать. И, Вы знаете, вот я просто представляю, если бы это был начинающий лидер, да, вот лидер для других, или даже, там, менеджер, директор, мы же, как мы сейчас вот слышим отказ, мы зовем человека на мероприятие, он отказывается, мы зовем человека на какие-то там встречи, он отказывается. Так вот, смотрите, в принципе, как бы поступил обычный человек, да, я позвонила себе для того, чтобы помочь сделать себе выступление, а ты говоришь, я выступать не буду, обычно, когда человек сказал, ну, да, не будете, ну, ладно, тогда мы поищем кого-то другого, ну, ладно, не можете прийти на мероприятие, ну, ладно, вот. И, Вы знаете, конечно же, мой спонсор Марина Воеводчик, это пример лидерства, это пример великого лидера, она поговорила с этой женщиной буквально 3-5 минут, и после этого она, конечно же, поменяла свое решение, она поняла, как бы, насколько ответственно это решение, насколько ее решение влияет на судьбу не только ее, на судьбу других консультантов, на судьбу филиала, на судьбу спонсоров, на честь команды и так далее, и так далее. То есть, смотрите, иногда важно найти слова, так вот, когда мы, чему мы должны научить, о чем мы можем поговорить с лидером, который консультант, да, который только начинает, а мы с ним можем поговорить о целях, об инвесторном управлении времени, посмотреть, на что человек это время тратит, естественно, мы поговорим с ним о дисциплине, о первых основах, тайм-менеджменте, да, чему мы можем как лидер научить, о том, как работать с литературой, с книгами и так далее. И наверняка в вашей команде есть лидеры, которые только-только начали строить эти группы, да, что мы дальше, как бы, чему мы учим следующее, лидер шестипроцентника, чему мы их должны научить. Вы знаете, на каждом уровне есть свои болезни, есть свои болячки, вот, и от чего-то приходится отказываться. То есть, если на одной ступеньке это качество нам помогало, мы его людям, это качество навязывали, обучали этому качеству, то на второй ступеньке мы сможем поскорить его от каких-то качеств даже отказываться и говорить, или так, как всех любить, или так, какому что-то так себе возиться. И что же мы, о чем мы разговариваем по второй ступеньке, да, с лидер, с лидер, с лидер, которые начали приглашать. Естественно, мы, одно из самых главных навыков, один из самых главных, это умение слушать. Потому что, если они на первой ступеньке боятся говорить, то мы им говорим, говорим, не бойтесь говорить, то на второй ступеньке уже не закрутят. И вот мы им говорим, закни, закни, да, начни иметь слушать, уметь договариваться, учить дискости, изучать психологию, да, дальше. Когда мы говорим про лидерство команды, здесь мы уже говорим, что, как бы, ну, вот мне нравится, что Кирклестор приводит пример о Дне Горыныча, что тело одно, а голов много. И вот здесь нужны правила. Мы говорим о том, что зачеркивается я и появляется мы. То есть мы учим человека основам, каким-то организациям, принципам команды, принципам построения команды, принципам управления команды. И когда мы говорим о директорской, о директорской четвертой ступеньке, то здесь мы говорим о том, что отходит от личности человека уже, да, то есть, как бы, не просто Маша, Таня, как бы, а говорим уже на уровне принципов, и появляется четкость в системе. Но и я не буду продолжать. Потому что, знаешь, потому что, на самом деле, это очень-очень интересно, как бы, вот, лишний раз ходить на этот тренинг, и вообще почитать, вот, какой-то информации твертой вектора именно по степеням лидерства в Риклее, это здорово. Но я сейчас хочу, чтобы у нас более рабочая такая встреча была, и у меня к вам задание такое, к сожалению, я не вижу, что сделаете вы, там, или не делаете, плюс, ну, так, например, за степу времени. Пожалуйста, напишите 5 качеств успешного лидера. Я очень прошу вас не отстеживаться, потому что это будет прорывом в вашей голове, потому что это, может быть, будет самым главным, ради чего вы сегодня притянулись экраном компьютера. 5 качеств, которые по-вашему соответствуют успешному лидеру. Вот, какими качествами человека должен обладать, по-вашему мнению, лидер? Вы знаете, ну, какие вообще, как бы, качества у нас могут быть? Какие качества? Вот я бы, конечно, жалко убить все это. Без чата получается вообще какой-то это, радиослушатель называется. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот я, конечно, так не привыкла, мало того, что глаз не видишь, вы тут еще и плюсиков не видишь. Сразу фигово вам, сразу как-то выступать, очень тяжело. Вот, так вот, я надеюсь, что вы 5 качеств написали. Не буду я тогда, раз плюсик не видеть, пойдем дальше. Вы знаете, ответ этого теста такой. Вы написали про себя. Да, представляете, вот те качества, которые вы указали, они у вас уже есть. Даже если они сегодня не проявляются, вы можете писать только то, что у вас уже скрыто, понимаете? Если вы это не видите, если вы это не знаете, как бы, то вы это не напишите, понимаете? У вас это уже есть. Это важно, что вам нужно посмотреть, понимаете, что я поняла вообще, для меня было открытие, за последние меня появилось, почему мы уже встречаться, с новеньких медиками, и для меня было открытие. Ребята, они все лидеры, но они проявляются, ставят себя, как лидеры, совершенно в других местах и совершенно при других обстоятельствах. Они приходят в репы и становятся такими, как бы, людьми, которые курочки всего боятся, боятся в ушах, слушайте. Да вы же как когда мать, вы себя проявляете как лидер, а вы когда жена, вы проявляете себя как лидер, а вы когда с приколью, с кухней делитесь, если еще делят, вы проявляете себя как лидер, а вы с подругой, когда там платье выбираете, или что-то там договариваетесь, как бы вы проявляете себя в вопрос, вот те связи с качеством, которые вы написали, которые взяты в ответ, почему вы с лидер в бизнесе их не применяете? И если вам интересно, то возвращаясь вот к этому, к пути развития, да, вот к этому слайду, возвращаясь вот к этому слайду, где у нас лидер для лидеров для других, лидер для команды, лидер для лидеров, то представляете, для того, чтобы быть полноценным лидером, вам нужно к вашему списку, теперь, пожалуйста, прочерпите черту и напишите противоположные качества, и оказывается, вот именно баланс вот этих вот разных ваших качеств и есть путь лидера. Поэтому он бесконечен. Вот вы знаете, я для себя очень нравится книга, если, как бы, кто-то не читал, или вообще вот не ходил, это Сергей Терпятский, не ходил на его тренинги, да, вот очень рекомендую, Сергей Терпятский, срединный пульсик, и вот я оттуда подписывала, что какие противоположности, а какие противоположности, говорить о, что сначала мы работаем человеком индивидуально, потом командно, как сначала мы эмоциональны, потом мы становимся рациональными, да, то есть как бы в какой-то момент мы можем эмоции убрать свои. Вот я буквально еду там два дня на трасс, из офиса, и у меня вовсе возникла такая ситуация, когда я не смогла поддержать свои мозги, да, там ла-а-а, вот и сел в машину, думаю, что ты, господи, когда же я научусь, вот у меня то, что второе выступило, уже состояние лидера было, а первое состояние, это было вот совершенно состояние гиброго, которое занимало, и я для себя уже сижу и анализирую, ага, что мне нужно сделать, когда мне хочется это, да-а-а-а, Что же нужно сделать? Что не осуществляет? Ему надо на 5 минут уйти, почти никак не реагировать, а потом, да, вы знаете, развитие вот этих разных противоположных качеств, это единство лидеров. Мы можем говорить о демократии, что у нас все можно. И в то же время лидер это все равно диктатор, который управляет, да, но не в том смысле, как диктатор, в кавычках, да, который должен управлять. Что это происходит? Мы в то же время демократия. Мы говорим о переменах и в то же время мы говорим, что что-то должно постоянно быть. Мы говорим о равенстве и тут же у нас появляется на банкете Виктора, да, и как бы неравенство. Мы говорим о кропотливом труде, наоборот, в системе в одном и том же месте, одни и те же листовки, с одной и той же улыбкой, да, вот. И мы говорим о том, что как бы нужны какие-то изменения, не надо вот так-то, да, мы говорим о свободе, говорим о тени, мы говорим о темном, о хорошем, мы говорим о мечтах и в то же время мы говорим о деньгах, да, то есть это совершенно разные вещи, но есть. И мы говорим о статистике и говорим о везении, вот, да, И вот эти разные качества, умение слушать и умение слышать, умение быть настойчивым и тоже время быть гибким. Поэтому посмотрите все эти качества, которые вы написали, подумайте, где вы их проявляете и как часто. Примените эти качества в бизнесе и постарайтесь развивать ваших положительных качеств. То, что вам усвоено, это и есть курс вперед. И 5 принципов успешного лидера. Эти 5 принципов нам говорил Магнус на одной из конференций. А вообще все, что делает Магнус, для меня это один из моих таких спонсоров. Это действительно пример лидера мирового масштаба, лидера мирового уровня. И давайте мы эти 5 принципов с вами рассмотрим. Ну, первый принцип лидера, что задача лидера заражает своей мечтой. Понимаете, вы должны команды со сводей делать групповые мечталки. И в моей команде принято 2 января. Мы собираемся и делаем совместный коллаж. Мы планируем следующий год. И это, ну, вот в этом году мы на третье решили перенести января. Да, то есть у нас это будет. И 10 лет подряд, и 10 января, моя команда уже у меня. Поэтому почему я так делаю? Потому что когда-то, 10 лет назад, мой спонсор Сергей Рачковский достал ватлан из кармана, хотел сказать, да. Достал ватлан, положил его на пол, достал маркеры, нарисовал остров. И заставил нас, которые рядом здесь, мечтать, что мы будем делать на острове, который купим. Кто там чем будет заниматься. Я как сейчас помню, что мой муж сказал. Я поставлю тварь леты платные. Да, то есть вот мы действительно это все вспоминаем сейчас. И лидер ориентирован на будущее. И мы своим поведением, своим взглядом говорим, селяем в людей веру. Конечно же, сегодня Татьяна Молодец сказала, я хочу повторить, я хочу бы это дописали, что мы, второй принцип успешного лидера, это быть примером для подражания. В чем именно лидер ориентирован на личностный рост? Какой для меня было, каким было для меня примером, вот несколько ситуаций в своей жизни расскажу. Первый пример, это когда я на уровне 6% меня поправляют на школе. И я вышла на сцену рассказать, как я делаю лично 600 баллов. Потому что 6% у меня был целый год, и ничего я не росла, и никакой команды у меня не было. Я не росла, я ее боялась, вот, да, это говорит о том, что у нас есть очень много скрытых потенциалов, да, скрытый потенциал лидеров. Я очень боялась, боялась ответственности, боялась, что я не вправлю, боялась, что не получится, и так далее, и так далее. Вот. И когда мы, когда я вышла на ломочных ситуаций выступать, то Сергей Рачковский сидел и записывал. Я думаю, вот, что он за мной записывает. После этого он встал и говорит, то есть я его записала вот это, и вот это, и вот это. Думаю, ничего себе, он уже совсем директор, и он что-то еще не знает, что-то он там за мной записывает, да. Вот. Второй пример, это когда в этом году Рада Никитина, исполнительный директор, гордость нашего федерала и страны, и человек, на который я очень равняюсь и слежу, когда она хвасталась своим дипломом Академии Тома Шрайтера, то я понимаю, что действительно нет примеров, нет пределов, ни на каком уровне остановки в личностном роде, в личностном развитии. Никогда не будет так, что вы знаете все. Я знаю, что я ничего не знаю. И на самом деле, чем больше вы знаете, да, вот как бы, чем больше шарик вашего познания, тем больше этот шарик соприкасается, да, у него площадь больше, что он из маленьких понимает, тем больше он соприкасается с неизвестным. Поэтому вы знали чуть-чуть, да, у маленьких шарик, и как бы вокруг вас чуть-чуть, как бы вы не знали. Вы стали знать больше, шарик стал большой, и оказывается, в прикосновении с неизвестным, о, о, а сколько я еще не знаю, вот, сколько я еще не вижу. Вот. Так вот, следующий третий принцип, это быть сенсом позитивной энергии. Вот. У нас на встрече, в понедельник, была встреча по работе на кромостойке, и великонепно девушка выступала, рассказывала о своей работе, говорит о том, что, когда она обучает своих лидеров работ на кромостойке, первое, что она говорит, это об улыбке, и об улыбке, которая не должна взглубаться, потому что человек подходит, а есть ли, пожалуйста, несколько вопросов, как бы, да, пошла ты нафиг, ну, как бы, и вот это вот лицо, она говорит, я вас избавляю от второго листа людей, как бы, надо говорить, что доброго, спасибо, удачного вам дня, вот, и дальше, парки, вот это действительно пример виденства, вот, быть сенсором позитивной энергии. Оптимизм плюс заряженность, это положительная энергия, которая рождает энтузиазм, вот, и, действительно, какие бы трудные времена ни были, и обратите внимание, что сенсором позитивной энергии нужно становиться не только, когда вы на сцене, но, ребята, особенно, когда вы около сцены, когда вы получаете заказы и видите отсутствующие позиции, когда вы видите очереди, когда вы видите, что-то там нет, и учите людей, как бы, сам по простому принципу, что если вы не можете изменить ситуацию, изменить отношение к ней, вот, и ваша задача не только просто, как бы, улыбаться, но еще и сохранять такой вот, вокруг себя вот это вот позитивный. Следующее, это четвертый принцип «Откройте изменения». И у нас был джетфу, выступала Аня Ахуньяна, я записала за ней такую правду, что сегодня в 21 веке победят три люди, да, которые входят вперед, которые учатся и переучиваются, потому что, действительно, даже год назад, когда я выступала на этом вебинаре, я была противник, там, промо-стоек и холодных рынков, потому что весь свой уровень и весь свой потенциал, как бы, лидерский я нашла на теплых контактах, на домашних встречах. Ребят, прошел год, и как мне было тяжело принять решение работать в торговом центре. И, смотрите, любая команда, да, и проявляется в ней лидерство, создается фонд на рек. И если у вас нет команды, значит, у вас нет общего проекта, значит, надо чего-то запустить, значит, надо вам чего-то захотеть, вам нужно понять, зачем вам эта команда нужна. Ну, хотя бы заработать денег, понимаешь? Но тогда в вашей команде и люди должны тоже поставить себе цель заработать денег, не только вы там в пользе, как бы, срубать там деньги, но и ваши люди, ну и вы. Так вот, я в этом году себе поставила задачу и научиться работать на промо-стоеке, научиться работать в торговых центрах. Для меня это был очень тяжелый шаг. Я настолько боялась, даже люди, команду, которую я собрала, это было там три директора и три менеджера, нас шести человек было, вот, которых я посадила рядом с тобой, они смотрели на меня квадратными глазами, где-то, Никол, и благодаря нам директор, что ты так боишься, это ужас какой-то, это промо-стоек, расстреляйте меня сильнером. Вот, но я готова учиться, я готова переучиваться, и мы очень много за эти несколько месяцев работы освоили, и начинаем понимать этот рынок, начинаем, ну, учимся совершенно новому, да, и так что это открыть, откройте с изъединением и идите вперед. Почувствуйте бою в победе, и вот лидер, это следующий принцип, почувствуйте бою в победе. Лидер, он ориентирует на кое-к нового решения. Понимаете, вот книжка «Где мой сын?» это как раз про лидеров. То есть обычный человек, он так и будет, как бы, в одну и ту же носку. Лидера, он, если там сыра нет, он обязательно будет, вот это более победе, более победителя, кем-победителя, который уже так сильно развит, то он обязательно будет наталкивать на новое решение, на новое решение. Поэтому, чего это делать? Мне очень нравится фраза, которую тоже прошу вас записать. Лидер – это человек, на котором останавливается проблема. Вот если вам задают вопрос, вы говорите, «Ой, я не знаю, мне надо позвонить», «Ой, я не знаю, я там не надо советствовать», значит, вот еще как бы есть над чем работать. И вот мы поговорим с вами о том, что многие люди не хотят становиться, не хотят брать ответственность. Представляете, а мы думаем, как же он оставит, и как же, чтобы он захотел. Смотрите, только 5% фитера проявляется от природы. А остальные проценты у нас, да, посмотрите, как бы, 8% под влиянием окружения. Так вот, сделайте так, чтобы эти люди, которые вы хотите, чтобы были меньше, они вымерялись с вами. И в этот момент вам придется показывать пример, вам придется показывать пример именно лидерства. Потому что проводили исследования в Гарвардсе и искали, что объединяет всех сегодняшних миллиардеров, которые сегодня есть там 5 богатых людей на земном шаре. Смотрели их образование. Совершенно разное. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то одно выше, у кого-то и того высшего нет. Смотрели на поставки вид, смотрели на количество прочитанных книг. И вы знаете, единственное, что нашли общее, после 25 лет эти люди резко поменяли свое окружение. Да, деньги, деньгах. И мне очень понравилось, когда мы шли с этого БМВ, а у нас БМВ в Московском зале закончилось тем, что на сцену вызвали там около 200 лидеров и дали чек на миллион рублей, то есть показали миллионеров. И мой менеджер мне пока шли до машины, помогла нести два чека, моего и моего спонсора, мой и моего спонсора. И идет и говорит, нифига себе, вот это у меня сейчас окружение, я крушила себя миллионерами, вот это здорово. И действительно поменяйте окружение, если вы хотите расти дальше. Я очень благодарна своему мужу, который меня в то время натолкнул на эту мысль, потому что когда я стала директором, он мне говорит, общайся с голодыми, узнай, кто у вас там в голодых, где у них сходняк, узнай, приезжай туда, смотри, как они думают, как они общаются, что они встанут, говорят, как они быстро, признают, с того, что главный директор, он мне говорит, найди бриллиантового, где у вас там бриллиантовый мир, говорят, да это вообще нереально, это вообще просто нереально, потому что на тот момент самый высокий бриллиантовый директор, ну, в смысле, вот, Мария Ветки, это была Галина Воронина, и когда мне мой муж, как-то вечер, говорил, найди бриллиантового, вот поговори хоть часочек, посмотри, как она расцветает, стоя, думаю, как я найду, я вообще не знаю, иди, я пошла к Асману, нашла ее телефон, там, выяснилось, что я у нее в седьмом поколении, и весь вечер муж меня уговаривал позвонить, я делала вид, что я звоню, брала телефон, купила, ой, да, не то, что с трупом не берет, и потом, в результате, мне все-таки пришлось с ней поговорить, она начала встречу, мы разговаривали буквально 5-7 минут, причем на ходу, и эта встреча изменила мое отношение к бизнесу, эта встреча изменила отношение к людям, и действительно, вот сегодня я понимаю, что нужно менять окружение, нужно целенаправленно лезть вверх, и смотреть, чем эти люди отличаются, которые больше зарабатывают, которые больше добились в жизни, не только в Арифлэме, но и вообще, как бы, по жизни, наблюдайте, общайтесь, ну и, конечно же, проблемы, вы думаете, что проблемы – это плохо, ребята, проблемы – это плохо, если они для вас остаются проблемами, в виде, уметь проблемы переводить в задачи, и, если вы сейчас, кону Нового года, хотите избавиться от проблем, то вам нужно, вот мы с вами разделили страничку и написали качество, которое у вас уже есть, и написать рядом противоположные качества, чему вам нужно учиться, чтобы вы были полноценным лидером, вот теперь то же самое, мы проделаем с проблемой, вы можете написать, расчеркивать страничку на две части, и здесь напишите, какие у вас проблемы, не важно, там, ребенок, деньги, консультанты, объем продаж, араторское искусство, не умею говорить, как красиво, не умею это, вот, это вы проблемы обозначили, а теперь напротив каждой проблемы напишите, задачи, не умею говорить, это проблема для вас, значит, задача какая, посещать тренинг по араторскому искусству, и учусь говорить, там, нет лидеров, как бы, задача какая, поговорить, в варианте с директорами, найти ту же систему выращивания лидера, почитать книжку по этому поводу, задача какая, ну, учиться, как бы, разговаривать с людьми, и там, и так далее, и так далее, там, иметь все, распроводить, сентябры, там, ну, в общем, поработать, может быть, даже подпоздно, там, кстати, не всегда, легко сделать, легко, да, это, на самом деле, достаточно большая работа над собой, вот, и буквально несколько слайдов покажу, по поводу того, как свой менеджер переходит в лидеры, да, иногда бывает так, что не все директора у нас лидеры, и даже, а ты директора, не все лидеры, иногда они просто менеджеры, потому что лидеры, это человек, который влияет на команду, да, вот, ради достижения цели команды, которая думает не только про себя, как бы, но и в целом, как бы, обо всем, а менеджер, это, как бы, совершенно суть функции, вот, я сейчас покажу, как бы, да, вот, что значит, вот лидер, а что значит, менеджер, то есть, в моем понимании, это вот так, да, то есть, лидеры, красивые, даже если это тяжело, и трудно, то это с улыбкой, кажется, что это легко, а менеджер, это очень удачно на себе, язык на свече, и не трудно доказать, не догадаться, я думаю, что у нас будет с вами нормально, выгнать, да, но вот, как бы, хотел сказать, с какой стороны лидера, с какой стороны менеджера, вот где вы себя видите, иногда бывает и там и там, вопрос, где чаще, какое вы чаще управление, которое вот так вот на себе, сначала сажает, человек, консультанта на шею, а потом в печенке, да, и как бы, если вот так вот вы подступаете, если мы посмотрим, чем же, в чем же отличие менеджера, президера, что здесь он просто знает, да, вот как у нас полежали, говорит, ты это знаешь, а я так думаю, да, то есть, ну, это знает, а это верит, что так будет, это только проблема решает, а здесь не допускает, чтобы эти проблемы, да, то есть, теперь оно обладает битнием таким, и ваша задача, поставить, а к чему приведет, если вы с вами здесь берете только 10-го числа, а к чему приведет, если вы с ним сегодня не поговорите про мечты, не поможете им сомправить под желчку план, как бы, ну, реализации, с этим желанием, что будет дальше, как бы, а не когда уже будет в пользу с ним вангроби, да, вот, менеджеры, они каждый каталог начинают как в обе, все, я в этом каталоге открою, на второй неделе уже понимают, что что-то не откроют, а в третьей неделе уже и не от них собираются, как бы, а, да, то есть, лидеры, я появилась программа в 90-е с ней, лидеры умеют думать на год, на пять, на десять лет вперед, на долгосрочную перспективу, и уже эту перспективу разбивают на маленькие результаты, да, и уже как в маленькой программе все эти шажочки делают, и этот список можно продолжать, да, что менеджеры, они работают по одной и той же системе, ничего совершенно не меняется, скажем, перекладывают бумажку слева направо, а здесь, посмотрите, если не работает, значит, можно с ним бояться, и поменяются системы, тем более, вверх, наш перемен, вот, и здесь можно продолжать вот этот список, мне очень нравится, это раньше была у нас школа «Алифлэйн-2», и очень подробно мы каждую, каждую вот эту пару отрабатывали, и на это действительно требует все время, что мы должны развивать культуру, мы должны вовлекать людей, давать им часть своей ответственности, вот, заносить цель до людей, и вдохновлять их, вот сейчас нам нужно посмотреть, как бы, именно на то, что должен делать лидер, верить, управлять проблемами, видеть перспективу, не бояться поменять систему, давать людям ответственность, не все на себе тащить, да, так бы, как бы, дать людям себя попробовать, развивать культуру, развивать людей, и вдохновлять, конечно, их вперед, вот, и выстраивать с ними отношения, и, я, наверное, не буду на этом останавливаться, хотя мне очень нравится этот слайд, потому что он требует отдельных комментариев, уже времени мы с вами много занялись, так, да, 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 вот, но, на самом деле, ваша команда и ваши лидеры будут разные функции играть, и кто-то будет лидером, а кто-то все знает, и все умеет, и ничего не хочет, как бы, это категория «Сволчий», если я придумала, это Бронислав Практ не придумал, вот, кто-то сегодня на скамейке игроков, и если вы сегодня себя хотите проявить как лидер, то, ребята, ваша задача и на скамейке, и «Сволочей» постараться принять душой тесто, но позвать за собой, найти вот этих вот текстов, не видят, не слышат, и не хотят услышать, сделать так, чтобы они захотели увидеть, то есть быть тем управленцем, и это иногда сложно, но ребята должны верить в себя, потому что вы сильные, вы личность, и вы очень много знаете, и я хочу сказать, что сегодня в Москве появилось такое слово «сочетание» «архитектор бизнеса», два слова хочу об этом сказать, потому что с словом «архитектура» это очень-очень много пятна, «архитектор» это, ну, как бы, строитель, но, не строитель, это такой, как бы, художник, творческий личный, но это специальность, которая, так же, как и менеджер с футболубизнесом, да, так же, как и лидер Айс Мэйс, включает в себя много-много разных понятий, так вот смотрите, конечно, кому будут платить больше, человеку, который пойдет в печи, и умеет это классные печи для архитекторов, давайте сравним, что эти два лидера, да, как бы, вот умеют делать, ну, вот, архитектор, он и киндик, он и геолог, он и художник, он и математик, он должен знать и про материалы, и все, про массы, и так далее, и так далее, вот, то есть, то же самое и лидер нашего бизнеса, он должен сделать такую, как бы, связь между всеми процессами, которые происходят в рефлей, и стать привлекательной личностью, и обладать такими качествами человеческого характера, которые будут действительно, чтобы вы были интересным человеком, будьте самими собой, понимаете, вспомните то, что вас выделяло, почему вас именно пригласили, как вы знаете, богом мазанное, или что, почему обратите внимание, толпы вас выделили, почему вам презентацию рассказали, почему вам сделали предложение по бизнесу, значит, что-то в вас заложено, поэтому видение, участие, позитивный настрой, привлекательность и так далее, ведь с хорошим человеком открываются все двери автоматически, вот, понятно, что нет такой специальности хороший человек, но привлекательный человек, это совершенно, как бы, другое уже, вот, и один из критериев, которые хочу сказать, которые обладают в команде, это критерий стрессоустойчивость, потому что, когда сейчас каждый день по радио и СССР объявляют вакансии, которые заработка под 200 тысяч и выше, то критерии, которые требуют к этой специальности, я всегда на вебинарах людей спрашиваю, как вы думаете, там, знаете компьютер, знаете, как это работает, нет, первый критерий, за который вам 200 тысяч будут платить, это стрессоустойчивость, потому что, любому человеку, который нанимают за такие битвы, он попадает уже на крупное предприятие, а крупное предприятие, это тоже команда, это разные характеры, это разные люди, и вам тут все рады не будут, и все вам, как бы, локос в ладоши не будут, поэтому стрессоустойчивость, это для литера, она очень важна, еще хочу сказать, что литер, это выбор, и для меня, вот, среди, сейчас, быстро растущих лидеров, это, конечно же, млевая ландурь, которая приезжала к нам в Чехов, и которой, с которой нам удалось пообщаться, и я видела, вот, эту противоположность, про которую мы с вами рассказывали, я это увидела, прямо именно на ней, и сделала, такая спокойная девочка, что-то писала, задавала вопросы, и как только она взяла в руки айпад, и попросила, чтобы мы засняли ее в нашем офисе, для ее команды, мы увидели вообще монстра, совершенно другого человека, монстра, я с обычных имею ввиду, то есть только что сидит жировец, и тем голосом, задавал вопросы, и вдруг, мы назовем на нее айпад, и она попросила, как бы, ну, на поле нашего СПО, чтобы наша команда, там что-то не помахала, сказала, и она начинает с таким громким, истошным голосом, как она, как начала руками лакать, у нее глаза выгодились, понимаете, я понимаю, что вот он, борьба противоположных, да, развитие противоположных, и действительно понимаю, что литер, это выбор, и вы можете выбирать, как бы, любую позицию в своей жизни, но вы должны понять, что у нас, компания Replay, вам придется быть лидером над командой, не только с тобой управлять, как бы, это можно быстро пройти, себя быстро организовать, себя быстро, это пусть, пусть вы долго, как будто, всю жизнь вы себя будете переделывать, но на этом долго действительно перейти к следующему этапу, потому что, вы знаете, открытие 2012 года для меня, это правда, что в команде работать сложнее, но эффективнее, и, знаете, все 10 лет я слышала совершенно другое, все 10 лет, не знаю, может быть, не говорили, может, говорили по-другому, может быть, я не была готова, чтобы это услышать, ребята, правда, 2012 года, в команде работать сложнее, но эффективнее, вот, да, здорово, но, понимаете, команды, это разные характеры, это разные люди, и лидеры, которые не существуют легких путей, вот эта фотография из шашлыков, и вы видите, это фотография до прошлого года, когда был дым, и у нас был назначен день, когда у нас будут шашлыки, у нас уже люди дали деньги, и уже, как бы, вдруг, вот эта вот виновая заметка, и что бы обычный человек сказал, а, ну, все, там, сейчас обретили, сразу зашли, мы не будем ничего жечь, как бы, все, не бойся, ребята, но это не про лидера, и лидер этой команды, директор, всех привез в этот задымленный лес, организовал сумасшедшие танцы, танцы и конкурсы, а в это время он живет в частном доме, он жарил дома шашлыки, и за 10 километров водил порты этих шашлыков, тазики, горяченькие свои люди, и вот тебе, пример лидерства, в команде работ важнее, был бы он один, если бы дома в частном доме человек живет, пожарил бы шашлыки, ел бы их, но вот, в принципе, было такое решение, более скользкое, но оно было эффективное, действительно, лидер должен покажут стиль жизни твоей мечты, да, и я всеми способами, и очень часто на эту тему люди, с людьми, в своей команде разговариваю, да, кому ела хотеть себя окружать, это вот мое дело на пене, которое, в принципе, мы могли бы празднуть в каком-то ресторане, но вот захотели люди вот так вот, и мы играли, видите, у нас тут как бы порядки, там у нас их и команда, и кто там уже, я не помню, вот кого только нет, и Буратино, и Мальвина, вот, и действительно, я люблю, говорит с ним, что здесь мы можем совершенно по-разному проявлять свое лидерство и делить его вместе с своей командой, ну, и, конечно, лидер, это человек гибкий, вот, который может в любой ситуации, несмотря ни на что, ни на кризисы, ни на падение там акций, ни на какие-то там провокации со стороны других компаний, власти и так далее, он остается, как бы, человеком гибким и быстро принимает решения, и быстро идет вперед, и, конечно, в этом плане пример Магнуса не сравним ни с тем, это фотография из Бразилии, мне она очень нравится, и, конечно же, вот он лидер, но он же и человек в том числе, вот, и последнее, чем я хочу с вами поделиться, это цитаты из интервью журнала вот, таки, Чистайм, это Юрий Михайлюк, и он как раз говорит о лидерстве, о руководителях, и несколько выдержит из его статьи, мне они очень-очень понравились, потому что, если рассуждает так руководство компании Ритмей, значит, нам, они тоже наш спонсор, нам нужно этому учиться, и об этом задумываться, и один из моментов, да, с метрик и цитат, хочу, чтобы люди, которые работают в нашей компании, вспоминали эти годы, как лучшие годы своей профессиональной жизни, представляете, как здорово, я очень хочу, чтобы я, как лидер, для своей команды создала такие условия, чтобы они вспоминали, как лучшие годы своей жизни, и это как лидер мы должны понимать. Лучший друг лидера это постоянное движение, обеспокоенный и желание улучшаться изо дня в день. Главный враг это инерство самодовольства. Мы говорили о том, что нельзя успокаиваться. Ты достигаешь определенного уровня и говоришь себе, ну вот, теперь я в порядке. Это считает Юрий Михайлов самым главным врагом. Ну и конечно же о том, что должен делать лидер. Все люди тем или иным образом развиваются. Задача лидера помочь им в этом, наполнить их рабочее время содержание. И вот помните то, о чем мы говорили, каким содержанием мы наполняем время консультанта, о чем мы его должны натолкнуть, подумать, о чем мы должны натолкнуться, какие мысли шести процентов, какие мысли мы должны натолкнуть директора. Это не значит, что мы должны садиться и учить, мы просто должны намекнуть, мы должны организовать ситуацию, мы должны организовать разговор, пример, для того, чтобы человек задумался. В этом мера ответственности лидера и источник вдохновения нет зрелища более вдохновляющего, чем человек, который благодаря тебе поднялся на ступеньку выше. Представляете, как красивый написан, что это и ответственность, потому что мы ведем взрослого человека, да, Танаховскую бабушку, 60 лет застали делать шаг вперед, измениться, но здесь зрелище более вдохновляющего, когда вы видите, что люди меняются. Юрий Михайлович, пример лидера, пример вдохновляющий, пример лидера и гордость нашей компании. Ну и, конечно же, сегодня никакое государственное предприятие не заметит ни в ту свободу, как создает наша компания. Лидер эту свободу бережет, но ее ценит, лидерит и говорит о ней. Вот. Поэтому канун Нового Года я хочу вам пожелать быть свободными, быть гибкими. Это те качества, которые я люблю и ценю. Быть предприимчивыми, не бояться брать ответственность. Ну и в качестве такого новогоднего подарка хочу вам подарить стихотворение. Это бриллиантовый директор написал из города Калуги, который снимался когда-то, если кто за мной работает, видели ролик, когда с Клющенко были ролики, и она со своим супругом снималась вот в этом ролике. Да, когда был разговор про антиксизм. Зовут ее Субботин Александра, вот, и ее стихотворение как нельзя помогает нам понять, как стать лидером. Я вам его прочитаю. Если вы вперед хотите, чтобы спонсор вас не трогал и свои нормоучения он оставил в себе, приходите на планер и вы немного соподзали, чтобы он себе не думал, что важнее дела нет. Будет спрашивать про планы, проволчите вы сурово, вы себе начальник сами, не должны держать отчет. Ну, а если еще спросит про командную работу, то наступки сильнее, чтобы он не приставал. Скажет что-нибудь что-нибудь про супа и про тренеры какие-то, удивитесь не поддельно, где такие деньги взять. Да забавки не забудьте про ребенка и картошку, про слабливого супруга и болеющих собак. Вы же не рады заупали на таких мероприятиях. Что вы на это время тратите? Вы знаете все. И своей команде тоже ничего не говорите. У лидеров и своей команде с вас пускай берут пример. Ну, а если спортер скажет про какое-то подсмерство, обязательство и бизнес и другую ерунду, на свой счет не принимайте. Получайте вы мало, чтобы вдруг с такой работы на сидит и час тащить. Вот когда под вами лидер вдруг появится или двое или трое еще лучше? Не дотойны что ли вы? Вот тогда и непременно вы возьмете за работу. А пока пусть спонсор спашет. Занятой вы человек. Вот тогда останет спонсор. Он поймет, что вы не тряпая, не подстанет в гипноту, не похожи вы на всех. Вы свою суперактивность и свою суперактивность она справит на другого. отбываются пусть сами от чего-то там хотят. Так вот, в такой шуточной форме вы можете понять, что должен делать лидер и какой пример он показывает своим консультантам. Спасибо вам большое за внимание, удачи, будьте лидерами для своей команды и никогда не бойтесь ответственности. ответственности это эквивалент денег. Чем больше ответственности, больше денег будет в вашем кошельке. Всего вам доброго, господи, дай. Спасибо.